Я уже отчаялся и ждать, но действительно, видимо, назревает просто сейчас такой кризисный момент, когда люди начинают каждый все-таки шевелиться как-то искать, вот, и в этом плане я, наверное, такой стимулянт, становлюсь все более интересен, как один из стимулянтов, я надеюсь, что... То есть я всегда говорю, еще даже 10 лет назад, когда шоу-бизнес совсем там процветал, что придет эра творцов, то есть с уходом отца, там, Цоя, Высоцкого, вот, произошел как бы оттоп волны, то есть настоящих, истинных людей, которые, ну, знали с детства, что ли, для чего они рождены и которым свыше давались их великие творения. И потом пошел шерпатрия в 90-е годы, там, в 2000-е, вот, и сейчас, мне кажется, что это как бы уже умирает, то есть наступает опять время, когда, вот, выклюнутся в авангард, уже именно дворцы, появятся новые Цои, новые Тальковы, там, и так далее. А про учителя, ну, каждый человек, который у нас в жизни, нам данный про учителя, что бы он нам не давал, то есть потом анализируешь и понимаешь, даже какой-нибудь плохой человек, там, очень, потом понимаешь, для чего он тебе был дан, какое он тебе, в тебе качество, а если еще раз такой какой-то дается, значит, ты не прошел урок, то есть еще раз на эти грабли должен выступить, или научиться их обходить, наконец. Я вот очень много прошел этих граблей, потому что специально себе жизнь всегда усложнял. Я вот, мне почему-то лет в 17 появилась мысль, что, ой, я этот самый мальчик такой элитный, вот, что мне так все легко будет, вот, я там написал первые 13 песен, думал, о, какие они вообще крутые песни у меня, сейчас меня кто-нибудь возьмет, и у меня такая будет легкая жизнь, я думаю, а как же я узнаю, опознаю эту жизнь? Я взмолился Богу, говорю, дай мне сложную жизнь, чтобы я в любое общество мог заходить как свой вообще, чтобы я и к музыкантам каким-нибудь вообще в подвал пришел, они ой, горят, и к каким-нибудь политикам, чтобы они тоже понимали, что я шарю в определенных вопросах, вот, и такой пошел у меня путь, то есть, который я усложнял, борясь за свою свободу, чтобы не быть под гнётом никакого продюсера, которому нужен просто пластилин, из которого он слепит, потому что ему нужно, ту фигурку, которая максимально эффективно сможет продать на рынке, вот, а с торгашами, творцы с торгашами всегда в конфликте, в общем, с поклонников.